Почему американского президента встретили в Саудовской Аравии, нарушив дипломатический протокол? Что ему хотели таким образом показать? Эти вопросы сейчас активно задают западных СМИ. По словам журналистов, Барака Обаму не приняли на должном уровне и даже не транслировали встречу с королем по телевидению. Угроза со стороны саудитов распродать американские активы в 750 миллиардов долларов может оказаться вполне реальной, как и судебные иски американских граждан против правительства Саудовской Аравии по обвинению в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Возможно, дело 15-летней давности может изменить расклад сил на политической карте, серьезно поссорив вчерашних союзников. О письмах саудовских принцев, написанных на грани дипломатической вежливости и отказе от торжественного ужина, в репортаже Антона Верницкого. То, что Бараку Обаме в Саудовской Аравии был оказан прохладный прием, во всем мире отметили, как только американский президент сошел с трапа самолета. Вопреки протоколу, король Саудовской Аравии Обаму встречать в аэропорт не приехал, как, впрочем, и остальные члены правящей монаршей семьи. И это резко контрастировало с предыдущими приездами президента США в королевство. Все визиты до этого транслировались в премум эфире саудовского телевидения. Перемены подметили аналитики. Британское издание Guardian тут же написало о взаимном недоверии союзников. Сразу же возникли разговоры о пренебрежительном обхождении, чтобы подчеркнуть прохладу. Ранее по государственному телевидению были показаны кадры того, как король Салман Ибн Абдул-Азиз приветствует на взлетно-посадочной полосе лидеров соседних государств, которые прилетели на саммит. Даже американский телеканал CNN всячески сглаживает эту скандальную для президента США историю, тем не менее подчеркивал ее, как мягко произносил корреспондент, необычность. Обама немедленно поехал во дворец на встречу с королем, но сознательное пренебрежение, продемонстрированное во время его прилета, похоже, еще один сигнал о том, что в отношениях долгое время смазывавшихся бочками нефти возникли трения. До этого Обама чаще других президентов США прилетал в Саудовскую Аравию. Это уже четвертый его визит, но так нарочито прохладно не встречали здесь ни одного американского президента. Вот самый яркий противоположный пример – встреча Джорджа Буша с королем и поцелуями у трапа, а также улыбками и танцами. Причем для Обамы за последнее время это уже не первая поездка, связанная со скандалом. До этого был визит на Кубу. Первый за 80 с лишним лет визит американского президента. Одно неловкое движение – попытка приобнять Рауля Кастро, решительно одернувшего Обаму, перечеркнуло все усилия по демонстрации хороших отношений между этими странами. Примерно так же нынешние отношения США и Саудовской Аравии далеки от идеальных. И один из последних скандалов связан с требованием ряда американских конгрессменов опубликовать ранее засекреченные 28 страниц отчета о расследовании терактов 11 сентября 2001 года. Часть аналитиков полагает, что в этих документах могут содержаться сведения о саудовском следе. При этом против опубликования секретной части отчета, как сообщают британские СМИ, выступают не только Саудовская Аравия, но и военные и контрразведчики США. И здесь необходимо вспомнить, что не так давно Нью-Йоркский суд обязал выплатить более 10 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба семьям погибших 11 сентября Иран, находящийся, мягко говоря, в непростых отношениях и с США, и с Саудовской Аравией. Причем формулировка судебного решения уникальна. Иран виноват, поскольку не смог доказать, что не оказывал помощь террористам. Саудовская Аравия, чьи граждане управляли самолетами, врезавшимися в башни близнецы, при этом в деле не фигурировала. Зато теперь саудиты категорически против рассекречивания этих 28 страниц отчета. Если действительно это подтвердится после, скажем, возможного потенциального опубликования этих 28 страниц, то тогда жертвы теракта имеют право обратить иски свои на Саудовскую Аравию. Естественно, что это вызвало крайне резко негативную реакцию со стороны Саудовской Аравии, и она даже пригрозила продать все свои американские активы, оцениваемые примерно в 750 миллиардов долларов. Естественно, это может потрясти и экономику Соединенных Штатов, и вообще мировую экономику, и Обама срочно прилетел в Саудовскую Аравию. Косвенным же подтверждением того, что скандал между союзниками разгорается нешуточной, стало появление в середине марта открытого письма Обаме, написанного весьма влиятельным саудовским принцем Тюрки Аль-Файзалом, ранее руководившим службой внешней разведки королевства и бывшим послом Саудовской Аравии в Вашингтоне. В нем весь спектр обид саудитов на США, особенно после слов Барака Обама, который не так давно заявил, намекнув на Саудовскую Аравию, что установлению мира на Ближнем Востоке, и в частности в Сирии, мешают некие фрирайдеры. Что в переводе на русский ближе всего к слову «безбилетники», но в более широкой трактовке «мошенники, связанные с ценными бумагами». «Принц», — ответил Обаме, — не менее остро. «Мы покупаем американские казначейские бумаги, которые практически не приносят прибыли, только чтобы помочь экономике Вашей страны. Мы отправляем тысячи наших студентов в Ваши университеты за баснословную плату, чтобы они овладевали знаниями. Теперь же Вы бросаете нам крученый мяч. Вы обвиняете нас в разжигании межрелигиозной розни в Сирии, Йемене и Ираке. Вы унижаете нас словами о необходимости уживаться в одном мире с Ираном». В результате Барак Обама проговорил с королем Савдовской Аравии больше двух часов, заявив после этого, что США выступают в том числе и за диалог с Ираном. При этом покинув резиденцию короля, американский президент отказался от торжественного ужина, на который был приглашен.